Девушки отдыхают Автор сценария Мартин Голдсвитт Композитор Лео Эрдоди Оператор Бенджамин Клайн Продюсеры Леон Фромкес И Мартин Муни Режиссер Эдгар Улмер Ну вот, на следующем перекрестке сворачиваю Спасибо, я сойду здесь Еще что-нибудь? Нет Эй, ты Я? Да, ты Куда едешь? На восток Жаль Если бы на север, я бы взял Не хочу ехать в Солк-Лейк-Сити-1 Лучше разговаривать, чтобы не уснуть У моего товарища есть попутчик, а у меня нет Откуда ты? С запада А точнее, из Лос-Анджелеса? Может быть У меня там родственники Врешь? Точно Ты не разговорчивый? Мама учила не болтать с незнакомцами Умный мальчик А что? Ладно, тише Подумаешь, поболтали Красавица Сдачу гони Выбери песню потише Голова болит Не волнуйся Допили кофе? Нет Не подгоняйте меня Выключи это быстро Что такое? В чем дело? Дурацкая музыка Не нравится? Нет Выключи Минуту Я за нее заплатил У нас свободная страна Слушаю, что хочу Ладно Тебя никто не заставляет Можешь проваливать Ладно, извините Единственная хорошая мелодия за вечер Жаль, что у некоторых нет вкуса Снова Эта мелодия Она как будто меня преследует Постоянно крутится в голове Вы пытались что-нибудь забыть? Начисто стереть фрагмент памяти? Это невозможно Бесповязно пытаться Можно сменить обстановку Но рано или поздно Вдруг возвращается Знакомый аромат Или мотив И все по-новой Боюсь поверить Я в твою любовь Мне нравилась эта песня Как и всем клиентам Клуба «Рассвет» В Нью-Йорке Не было дня Чтобы ее не требовали Ты раза три Сью Уговаривать не приходилось Славное было время Клуба «Рассвет» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там не было ничего общего с закрытым клубом. Все ели сэндвичи, потягивали напитки, девушки наводняли танцпол. Я играл на пианино с восьми и до закрытия. Примерно до четырех утра. Неплохая работа в наши дни. А еще там была Сью, и место превращалось в рай. Что мы испытывали друг другу? Ничего сверхъестественного. Я был обычным парнем, она обычной девушкой. И у нас начался самый обычный роман. Но все это в прошлом. Впрочем, красивей любви в мире не было. Как ни верти, мне везло. Мистер Падерски, это великолепно. Вы попадете в Карнеги-холл? Да, в качестве швейцара. Или рабочего в подвале. Понимаю тебя, милая, но не надо сдаваться. Когда-нибудь. Когда-нибудь, если не разобьет паралич. Клуб Рассвет Есть. Хочешь? Не хочу. Этот клоповник отбивает аппетит. Идем домой. Ладно. Не выношу эту дыру. Видел алкаша, который ко мне приставал? Нет. Кто он? Как будто это имеет значение. Что с тобой, милая? Ты что-то недоговариваешь? У нас не должно быть секретов. Мы скоро поженимся. Мы одна сатана. Да. Оборванцы. Не понимаю. Мы вне игры. Что это значит? Ты не хочешь замуж? Ты знаешь, что я тебя люблю и хочу выйти за тебя замуж. Но... Не сейчас. Сначала надо пробиться. В воскресенье я уезжаю. Ты скажешь, что это глупость. Поэтому я не решалась признаться. Я еду в Калифорнию. Попытать счастье в Голливуде. В жизни не слышал большей глупости. Миллионы людей каждый год обивают там пороги студии. Я думал, ты умнее. По-твоему, у меня нет таланта? Ну, при чем здесь талант? Я не пропаду. Возможно. А как же я? Ты готова отказаться от наших планов и расстаться на годы? Вовсе не на годы. Я думал, ты меня любишь. Люблю. Ты же знаешь. Ну вот, мы пришли. Эл. Постарайся меня понять. Я молода. Ты тоже. У нас будет время устроить свой быт. Поверь, милый. Я все как следует обдумала. Мне совсем не хочется от тебя уезжать. Но ведь это не навсегда. И вдруг потом ты захочешь приехать. Пока. Эл. Ты меня даже не поцелуешь? Ну, конечно. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не могу сказать, что я готов был прыгать до потолка. Я смотрел на эту замызганную бумажку, на которую ничего не купишь. Ничего? И тут меня осенило. Междугородняя. Я хочу позвонить в Лос-Анджелес. Мисс Харви. Сью Харви. Харви номер 6, 5, 7, 3, 2, 3. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так. Вот так. Я не могу сказать, что я приеду. Нет, возражать бесполезно. Поездом? Самолетом, на машине, на ковре самолёте. Да хоть ползком или на пушечном ядре. И тогда мы сразу поженимся. Молодец. Это я и хотел услышать. Что ж, до свидания. Скоро увидимся. Да. Пока. Оставалось ехать автостопом. Даже продав все вещи, я наскрёб только на еду. Деньги. Всё от них зависит. Их всегда не хватает. Эти зелёные бумажки превращают нас в рабов, убийц или отнимают жизнь. Это самое ужасное изобретение человечества. Они всегда утекают сквозь пальцы. По крайней мере, у меня. Мне и голосовать. Мне и голосовать. Вы ездили автостопом? Это не развлечение. Это настоящая школа жизни, где ты встречаешь множество людей. Но я предпочитаю обучение в колледже. Или по почте. Десять занятий, два доллара на марке. Автостопом путешествовать дёшево, но опасно. Ты не знаешь, кого увидишь, когда тормозит машина. Если бы я мог это знать в тот день в Аризоне. Клади вещи назад. Поехали. Дверь плотно закрыл. Можно написать целый чайбник для путешествующих автостопом. Далеко не всегда знаешь, как надо действовать. Некоторое время мы ехали молча. То, что надо. Садясь в машину, я не знал, о чём говорить. И не понимал, хотят ли со мной разговаривать. Если болтать без умолку, могут и высадить. Так что я помалкивал. Пусть он заговорит первым. Там лежит тюбик. Дай мне его. Держи руль. Далеко едешь? В Лос-Анджелес. Да, путь не близкий. Если так пойдёт дальше, добираться буду пару лет. Не фартит? Да не то слово. Мало кто останавливается, боятся грабителей. Я их понимаю. Откуда ты? Из Нью-Йорка. Вот как. Тебе повезло. Нам по пути. Мне тоже в Лос-Анджелес. Водить умеешь? Ну а как же? Устанете? Скажите. Не вопрос. Я заметил следы на его правой руке. Он понял, что я на них смотрю. Нравится. Скоро зарубцуется. Хищные животные. Да уж, наверное, сильные и злые. В точку, нью-йоркиц. Самое опасное в мире животное – женщина. Тарзан в женском обличье? Ну и кто победил? Мне не повезло. Длинные ногти следует объявить вне закона. Да. Я вышвырнул ее из машины. А что? Тебя подобрали? Скажи спасибо. Ну да. Девки, которые путешествуют по дорогам, отнюдь не ангелы. Да. Ведьма. Держала меня за идиота. Я с 20 лет бываю на бегах. Таких, как она, навидался. Вдоволь. Да. Торможу. Открываю дверь. Дальше топай пешком, говорю. Понимаю. Правильно? Хочешь увидеть настоящий шрам? Взгляни на это. Получил на дуэли. На дуэли? Я был еще сопляком. У отца на стене висели сабли. Для украшения. Однажды мы с другом сняли их, стали драться, и он попал мне по руке. Неудачно вышло. Попала инфекция. Представляю. Дай мне еще раз тюбик. Да. От боли я рассверепел, полез на него, и оставил парня без глаза. Плохо. Случайно, конечно. Дети, что возьмешь? Я испугался и решил убежать из дома. Отец застукал меня за сборами. Он не сразу заметил окровавленную тряпку у меня на руке. Зато увидел тюк. Я сбежал, пока он ходил за врачом. 16 лет прошло. Я больше не был дома. Не хочешь перекусить? Перекусить? Я умирал с голоду. Давно не держал во рту ни крошки. Но хотя у меня сосало под ложечкой, набрасываться на еду было нельзя. Вдруг он не понял, с кем имея дело. Разозлиться и прощай, Голливуд. Я подожду вас здесь. Деньги не проблема. Я угощаю. Спасибо, мистер Хаскел. Когда получишь первый миллион, вернешь. Пошли. Я должен быть там в среду, чтобы поставить на хорошего скакуна. Выигрыш гарантирован. Не сомневаюсь. Полчаса он говорил без умолку. Я ел. Он рассказывал об отце, которого с детства не видел. О том, как стал играть на скачках и как его обчистили в Майами. Один забег 3 800. А водрали как липку. Представляешь? Не повезло. Я считал, что меня не проведешь. Но ничего. Через год вернусь во Флориду. Увидишь, как я их сделаю. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Счет, пожалуйста. Ваша сдача, сэр. Оставь себе. Спасибо. Приходите еще. Закончишь работу, буду ждать. Учись. Всю ночь я был за рулем. Хаскел спал. В какой-то момент мне тоже захотелось спать. Но я был счастлив, что скоро увижу Сью. Поездка близилась к концу. Хватит мерить мили. Я думал о будущем. И представлял его в свете, сияющих огней. Видел лицо Сью на афише. На сытый желудок хочется фантазировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Хаскел. Мистер Хаскел. Проснитесь. Дождь пошел. Может, следует поднять крышу? Мистер Хаскел, я подниму крышу. Мистер Хаскел, я подниму крышу. Но вдруг она сделала поворот, которого я совсем не ожидал. Когда я открыл дверь... Мистер Хаскел, что с вами? Вы не ушиблись? Вам больно, мистер Хаскел? Можете меня осуждать. Я наперед знаю все, что вы скажете. Что не верите в эту историю внезапной смерти. Так что я могу не заливать. Он был мертв. Я пропал. Кто мне поверит? Если бы Хаскел воскрес, то и он заявил бы, что я убил его. Я грабил. Ну и влип. Я решил бежать. Но что толку? Слишком многие могли меня опознать. Парень на заправке, официантка. Придется объяснять, почему я смылся. Второй вариант – это подождать полицейских. Это тоже ерунда. Они не поверят. У меня крышка. Единственным выходом было спрятать тело. Я не мог его оставлять в машине. Или похоронить, как положено. Я хотел его спрятать, а не обокрасть. Но чтобы потом продолжать путь, мне нужны были деньги хотя бы на бензин. И потом глупо было оставлять мертвецу наличный. И кроме того, следовало забрать документы на машину. Получалось, что я все равно стал преступником. Хотя невольно. Одежда. Дорогую машину не поведешь в лохмотьях. Первый же патрульный заподозрит. Это ваша машина? Почему вы остановились посреди дороги? Хотите попасть в аварию? Простите, нужно было поднять крышу. Я не подумал. В следующий раз думайте. Так и быть. На первый раз прощу. Это шоссе кажется спокойным, но аварий здесь было достаточно. Спасибо. Ничто не могло меня выдать. Мертвец, которого найдут в Канаве, окажется мной. Я ехал, дождь не переставал. Капли слезами стекали по стеклу. Мне казалось, что за мной гонятся, что вдалеке слышна сирена. Сколько времени мне потребовалось, чтобы добраться до Калифорнии? Не помню. Я потерял счет часа. Когда я подъехал к пропускному пункту, уже светило солнце. Здравствуйте. Везете фрукты или овощи? Нет. Мясо, дичь? Нет. Можно документы на машину и права? Что в багажнике? Личные вещи. Чарльз Хаскелл-младший, 30 лет, брюнет. Без особых примет. Это вы, Чарльз Хаскелл? Да. Если проведете в Калифорнии больше месяца, надо зарегистрироваться. Я приехал сюда ненадолго. Проезжайте. Необходимо было немного поспать. Плевать на легавых. Мне хотелось где-нибудь прикорнуть. Я смертельно устал. Плевать на легавых. Не надо, мистер Хаскелл. Нет. Мистер Хаскелл, не умирайте. Все решат, что это я. Нет, мистер Хаскелл. Нет. Нет. Кто там? Горничная. Можно убрать. Позже. Через полчаса. Хорошо, сэр. Я не мог мешкать. Оставаться Хаскеллом было слишком опасно. Надо было бросить машину в каком-нибудь городе и исчезнуть. Я решил доехать до Сан-Берналдино, а то и до Лос-Анджелеса. В маленьком городке вас заметят. В большом куда безопаснее. Избавившись от машины, я разыщу Сью. Остановка на границе штата позволила мне больше узнать о мистере Хаскелле. Если бы возникли вопросы, я смог бы ответить. Итак, у меня было 768 долларов. Солидная сумма. Но поверьте, я предпочел бы обойтись без нее. Из письма, которые вез с собой Хаскелл, я понял, что он отнюдь не был простаком, который подбирает на трассе девиц. Скорее, он был отпетым мошенником. Он писал в Калифорнию своему отцу, с которым они много лет не виделись. Хаскелл утверждал, что торгует сборниками церковных гимнов. Понятно, что он рассчитывал поправить свои дела, обведя папашу вокруг пальца. Вот и все, что я у него обнаружил. Но этого было достаточно. Я сказал себе, старику повезло, что он потерял такого отпрыска. Он ничего не узнает. Зато ему не придется покупать религиозные книжонки. Возле аэропорта я остановился, чтобы залить тасол. Там была женщина. Эй, хотите, подвезу? Эй, это то, что? Вам далеко? А вам? Я взглянул на нее с нескрываемым интересом. Она смотрела вперед, глаз не было видно. Она была молодая, года 24. Казалось, что до этого она путешествовала в товарном вагоне. Впрочем, ее можно было назвать красивой. Она не была похожа на кинозвезду, зато на такой вполне можно жениться. Это естественная красота. Близкая, потому что настоящая. Вдруг она повернулась. Так куда вы едете? В Лос-Анджелес. Вот как? Мне это подходит. Я этого боялся. Что? Просто мысли вслух. Так можно нажить неприятности. Как вас зовут? Зовите меня Вера. Живете в Лос-Анджелесе? Нет. Откуда вы? Оттуда. Нидлс? Нет. Значит, Феникс. Там все такие. Такие же уродины. Похоже, она очень устала, потому что через 20 минут уснула. Положив голову на край двери, как Хаскел. Мне это не понравилось, но я не стал ее будить. Не то, чтобы я ее опасался, но ее взгляд разбудил во мне беспокойство, которое я списал на нервы. С закрытыми глазами она казалась безобидной. Неприязнь к ней превратилась в жалость. Бедняжке, наверное, здорово досталось. Кто она? Зачем едет в Лос-Анджелес? Где она родилась? Я знал только ее имя. А впрочем, не все ли равно. Скоро мы приедем в Голливуд. Я брошу машину, увижу Сью и перестану быть мертвецом. Эта девушка меня мало волновала. Где его тело? Где владелец машины? Только не отнекивайтесь. Машина принадлежит Хаскелу, но это не вы. Меня зовут Чарльз Хаскел, я могу это доказать, права. Зря стараетесь, делаете себе только хуже. Я ехала с Чарли Хаскелом от самой Луизианы. Села к нему в шрифпорте. Вы ехали? Вы слышали. И все вернулось. Дуэль, шрамы, ногти. Сомнений не было. Он рассказывал про Веру. Она обогнала меня, пока я спал. Ну? Я жду. Теперь я был у нее в руках. Хаскел словно не умер. Словно не лежал на обочине в Аризоне. Он сидел в машине и смеялся надо мной. Итак, что я мог сказать? Я проиграл. Это Вера или как там ее... Угораздило меня с ней связаться. Почему не Хелен, Мэри, Эвелин или Рут? На ее месте должен был быть кто-то другой. Такова жизнь. Как ни крути, судьба тебя достанет. Моему рассказу она не поверила. Лучше бы я молчал. Не надо рассказывать мне сказки. Выпал из машины. За идиотку меня держишь. Знаешь, я всякое видала. Меня на мякине не проведешь. Ты его укокошил. Я рассказал тебе правду. В том-то и дело. Ты думаешь, что я убийца. Полицейские тоже. Да, похоже на то. А почему я должна молчать? Я не виновен, поверь на слово. Мне ни к чему на тебя доносить. Я не вожусь с легавыми. И на компенсацию я не рассчитываю. Спасибо. Рано, благодаришь. Я еще не закончила. Выкладывай деньги. И это все? Мало. Должно быть больше. Можешь меня обыскать, если не веришь. Обыщу. Он сказал, что хочет поставить на какую-то клячу 3000 долларов. Может быть, 300. Может быть. Или три с этого болтуна станется. Приятель, не пой мне песни о Хаскеле. Я знаю его лучше, чем ты. Тогда знаешь, что он блефовал насчет 3000. Не уверена, что он блефовал. И вообще, почему я должна тебе верить? Слушай. Заткнись. Ты его убил. Будешь много болтать, я тебя выдам. Ты мне не нравишься. Ладно, спокойно. Я спокойно. Просто напомнила, кто здесь главный. Помалкивай, и все будет нормально. А начнешь дергаться, так увязнешь, что в жизни не выпытаешься. Я молчу. Правильно. Обидно будет в молодом возрасте дышать воздухом Аризоны на бесплатном курорте для убийц. Я его не убивал. Ну, конечно. Он сам себя укокошил. Говорю тебе, он упал. Ну да, а ты и обрадовался. Я объяснил. Хватит. Я все равно не заплачу от горя. Каскелл мне нравился еще меньше, чем ты. Я видел, что ты сделала. Что? Сарапины на запястье. Да, это я. Оно и видно. Ты собирался доехать на машине до Сан-Бернальдина и бросить ее? Или продать? Продать. Я не самоубийца. Оставлю и забуду навсегда. Похоже, мозгов у тебя совсем нет. Не понимаю. Радуйся, что ты меня встретил. Хотя бы не попадешься. Недоумок. Брошенная машина скоро вызовет подозрения. Ее найдут легавые и поинтересуются, куда делся владелец. Они начнут искать Хаскелла. То есть тебя. Я не подумал. Единственный выход – продать машину. Чтобы сменился владелец. Остановись у магазина. Мне надо кое-что купить. Ладно, я тебя высажу, а потом заберу. Нет, ты пойдешь со мной. Отныне мы с тобой как сиамские близнецы. Как скажешь. Но зачем? Не хочу, чтобы ты пропал. Я не сбегу, если ты этого боишься. Знаю. И помогу тебе продать эту машину. Спасибо. Значит, у тебя корыстный интерес. Хочешь процент от сделки? Как отказаться, если ты настаиваешь? Сто процентов подойдет. Какое счастье. Я думал, ты попросишь все. Я не жадная. Вскоре мы были в Голливуде. Я узнавал его по описаниям Сью. Но мое путешествие не закончилось. Расстояние между мной и Сью только выросло. Вера не шутила насчет сиамских близнецов. Она сняла квартиру на имя миссис Хаскел. На мои возражения она ответила, что это из-за машины. Покупателя могут смутить две разные фамилии. Вот мы и дома. Да. Здесь не так плохо. Сразу договоримся, я займу спальню. Да. Здесь душно. Не открывай. Ладно. Хозяйка сказала, что здесь есть раскладушка. Справишься? Я ее изобрел. Халупа. Нельзя получить все сразу. Я иду в ванную. Почему-то я так и думал. Красота. Хорошо смыть всю грязь. Я стала в два раза легче. Не сомневаюсь. Путешествие автостопом портит цвет лица. Когда он оставит свой саксофон, действует на нервы. Не думай о нем. Выпей. А вдруг я тебя напою? Не предложила бы, если бы боялась. Что за хмурый вид? Ты сам виноват. Лучше скажи мне спасибо. Без меня ты бы уже сидел за решеткой. И у тебя снимали бы отпечатки. Так что будь доволен. И не злись. Или совесть мучает? Нет. Не мучает. Что ж, вот и славно. Он умер и не воскреснет. Знаешь, не люблю причитания. Что сделано, то сделано. Повторяю, я его не убивал. Хаскелл был болен. Он мог умереть до того, как упал. Ну да, от быстрой езды. Ладно. Считаем, что ты хороший. Ты его не убивал. Спасибо. Вот и вся бутылка. Да. Жаль. Я хотела напиться. По-моему, тебе удалось. Я пьяна. Как сапожник. Отлично. То, что надо. Зачем? Пьяной быть лучше? Не знаю. Чувствуешь иначе. Тебе бы на моё место. На твоём месте я бы не пела. Ключ от двери у меня. Да. Ты права. Я всегда права. Мне не нравится твоё настроение. Мне тоже многое не нравится. Верю. Жизнь — это спорт. Да, профессор. Люди пытаются спорить с судьбой. Ты, например, радуйся, что живёшь. Если бы Хаскел открыл твою дверь, ты бы сидел на небесах. Подумай. Интересно, но я устал думать. Многие в этот момент умирают. Они бы поменялись с тобой местами. Я знаю, о чём говорю. Не уверен. Они знают, что им конец. У них хотя бы... Нет вопросов. Философ хренов. Все мы когда-нибудь умрём. Вопрос, когда. О чём мы вообще говорим? Тогда идём до политики. Да. Где сигареты? На столе, нытик. Мы мучили друг друга разговорами ещё пару часов. Лучше было бы пить, слушать радио или читать. Мы исчерпали себя. Утром встану пораньше, обойду ближайшие автомастерские. Не спеши. У нас полно времени. У тебя возможно, а я не собираюсь гнить в этой дыре. Не худшее место. В Нью-Йорке ты бы такое не снял. Всё равно там лучше. Проклятый алкоголь. Нехороший кашель. Надо лечиться. Пройдёт. Так говорила Камила. Кто? Ты не знаешь. Она умерла от чахотки? Да. Тебе будет легче, если я умру? Будешь свободен, прихватишь денежки. Я никому не желаю смерти. Даже мне. Тебе особенно. Одной смерти хватит. Твоя – это слишком. Я тебе не нравлюсь. Какое там? Это любовь. Обожаю роль пленника. Продадим машину. Можешь умничать, но не раньше. Я пойду спать. Спокойной ночи. И не пытайся ночью сбежать. Двери заперты. Впрочем, если тебя завтра не будет, считай, что ты в руках полиции. Я знаю, что бежать некуда. Приятных снов. Надеюсь, раскладушка не окажется слишком жёсткой. Твой сон это не потревожит. Твой сон это не будет. Крисфилд. Шесть. Пять. Семь. Два. Три. Алло. 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 Говорите. Нет. Не сейчас, милая. Завтра. Надеюсь. В какой-нибудь книге я бы влюбился в Веру, женился бы на ней и сделал достойной леди, или она пожертвовала бы собой ради меня и погибла. Мы с Асью приходили бы на могилу оплакивать её добрую душу, но, к сожалению, утром Вера оказалась такой же дрянью, как накануне. Сейчас иду. Уже почти полдень. И что? Мастерские открыты весь день. Круглый год, но я не могу ждать. Брежишь, как муж зануда. Может, ещё выпьем? Непременно. Пойдём. Пойдём, пойдём. Я потратила 85 баксов. Два часа прихорашивалась. Ну, пойдём. Здесь неподалёку продавали машины. Сколько за неё дадут? Не знаю, прилично. Я обо всём договорюсь. Тысячи две будет? Не волнуйся. Я выжму из них всё, что можно. Если просить мало, они решат, что машина краденая. Главное, не называй меня Робертс, иначе погорим. Без тебя знаю. Лучше сиди и помалкивай. Если что, тонуть будем вместе. Смотри на дорогу. Ты моя жена, Вера Хаскел. Слушай, когда всё сделаем, вернёмся сюда. Я увидела шубку. Хочу купить. Когда всё сделаем, распрощаемся. Совсем забыла. Я начала к тебе привыкать. Придётся отвыкнуть. Попробуем заехать сюда. Здравствуйте. Чем помочь? Мы хотим продать машину. Если договоримся. При исправной подвеске потянет на 1600. Тони, проверь двигатель. 1600? Вы смеётесь? Нет. 1850. Да я её разобью и по страховке получу больше. Двигатель сильно изношен. Пока механик смотрел машину, мы торговались. В конце концов, пошли на компромисс. Согласились на его цену. По рукам. Подписываем договор. У меня все документы с собой. Вера, проверь, не осталось ли что-нибудь в бардачке. Хорошо, милый. 1850 долларов. Форменный грабёж. Вы из Нью-Йорка? Да. Но машину купили в Майами. Да. В таком случае страховку могли аннулировать. Можно взглянуть на договор? Но... Я думал, он там. Я не вижу. Вы хотя бы помните вид страховки и название компании? Да, но... Назовите компанию, я сам всё уважаю. Да. Подписали? Ещё нет. Не подписывай. Машина не продаётся. Послушайте. Идём, милый. Вы что, передумали? Да. Извините нас. Вера. Идём. Ты вовремя появилась, но я не понимаю... Я чуть было не отказалась от золотой жилы. Он предложил не так мало, я переоценил машину. Мы её не продаём. Оставишь себе? Ты сама сказала, надо продать её во что бы то ни стало. Продадим. Я пойду. Никуда ты не пойдёшь. Остановись у ближайшего кафе, там я тебе всё объясню. Что ты ещё придумала? Что вы желаете? Сэндвич и кофе. А вы, сэр? То же самое. Спасибо. А теперь... Слушай внимательно. Я сделал всё, о чём ты просила. Хватит. Заткни. Ты забрала его деньги. Можешь оставить себе машину, но я не твой пленник. Лучше прочти эту газету. Делать мне нечего. Читай. Чарльз Хаскелл, старший при смерти. Разыскивается его сын, Чарльз Хаскелл-младший. Нет. Да. Я не могу. Можешь. Я не сумасшедший, это невозможно. Простите. Закончите, дайте знать. Меня выведут на чистую воду в два счёта. Трус. Ты на него похож. Цвет волос. Сложение. Ты даже меня ввёл в заблуждение. Думаешь, отец не узнает сына, а родственники? Дождёмся, когда отец отойдёт в мир иной. Это вопрос нескольких дней. Что касается родных, то они не видели его почти 20 лет. Ешь. Не хочу. И я не согласен. Это не в твоих интересах. И потом у тебя все доказательства его, машина, письма, права. У меня не получится, это глупая затея. Старик очень богат. Его состояние 15 миллионов. И они ждут тебя. Вдруг он лишил сына наследства. Поди знай, я не поеду. Я согласен действовать разумно. Но сейчас пудри мозги кому-нибудь другому. Идиот. Ты становишься Чарли Хаскелом, получаешь наследство и исчезаешь. Больше не надо думать о идее и ночлеге. Пойми это. Вера, пожалуйста, не кричи. Деньги пополам. Это честно. Мы с тобой заодно. Говори тише. Тебя могут услышать. Все ждут смерти старика Хаскела. И тут ты. Только что узнал о болезни. Нет. А что, если он не умрет? Точно умрет. Я чувствую. Мои отказы вселяли в нее уверенность, что я соглашусь. В тот вечер мы рассеянно играли в карты. Убивали время, ожидая сообщения в газетах. Для Веры это был последний шанс. Для меня тоже. Вдруг ничего не выйдет. Или машину найдут. И меня обвинят в убийстве. Выйдет, если не сглупишь. Восемь очков. Если меня схватят, что будет? Восемнадцать, итого тридцать. Что будет? Мы не получим даже того, что могли. Глупо было отказаться от денег ради авантюры. Завтра я продам машину. Ты получишь то, что хотела. Возможностей будет хоть отбавляй. Мы выпутаемся. Я и так выпутаюсь. Да, может быть. Но если меня схватят, я тебе отомщу. Выдашь меня? Не совсем. Не объясняй. Если скажешь легалам, что я была с тобой, что со мной будет? Мне пропишут то же лекарство, что и тебе. Какое? Верёвку. Чтобы не пропадать, я тебя опережу. У нас в руках тысяча восемьсот пятьдесят баксов. А ты хочешь их профукать? Люблю рисковать. Ещё выпишешь? Чё, Кнутая, не понимаешь, что играешь с огнём? Сколько не получаешь, всё тебе мало. Ну, ну. Как Цезарь. Кто? Римский полководец, жертва алчности. Имей в виду, его, в конце концов, убили. Два дня назад у тебя не было ничего. Ты даже почтовую марку купить не могла. Теперь у тебя семьсот долларов и тысяча восемьсот пятьдесят на мази. Советую остановиться. Мы будем играть в двадцать одно. Сама играй. Ты больше не хочешь? Не хочу. Что же получается, Робертс? Я сделала тебе одолжение, вытащила тебя из истории. Помогаю получить деньги. Сказал бы спасибо. Спасибо? Ладно, сообщу легавым, что ты его убил и ограбил. Я не убивал. Убил. Я звоню в полицию. Если ты не виновен, чего бояться. Ладно. Звони. Мне все равно. Я все равно выкручусь. Звонить? Звони. Но учти, я скажу, что ты была со мной, помогала мне, так что и ты не отвертишься. Ты не посмеешь. Да? Давай, проверим. Звони. Хорошо. Справочная? Я хочу номер полицейского управления в Голливуде. Ясно. Спасибо. Подожди, не надо. Отдай трубку. Тише. Давай все обсудим. Вечер только начинался, и спорили мы яростно, но не шумно. Время шло, сопротивление стоило мне труда, страсти накалялись. Каждое слово звучало, как удар хлыста. Какой я Чарльз Хаскел, если не знаю, как звали мою мать. Не помню школу, лучшего друга. Была ли у меня тетя? Крещен ли я? Жива ли у нас собака? И носил ли я второе имя? Я также вспомнил, что у Хаскела был шрам. Родные его не видели. Он бежал, оставив без глаза приятеля. Отец знал, что он был ранен. Ну и что? Старик умер. Мы прочтем об этом утром в газетах. И потом... Мелкие шрамы есть у всех. Чтобы увидеть твои, я готова отрезать себе ногу. Ты напилась и бредишь. Не пытайся меня в это впутать. Кстати, Хаскел был большой болтун. Может, он вообще и не сыновый. Болтун или нет, тебе будет не смешно, когда тебя арестуют. Тебя ждет уютная газовая камера. Но сначала тебя отправят в Аризону. Где телефон? Вера. Пусти меня. Вера. Я звоню в полицию. Ненавижу. Ты мне противен. Пусти меня. Отпущу, если пообещаешь не звонить. Ты пьяна. Мне больно. Обещаешь? Ладно. Мне больно. Извини. Здесь душно. Открой окно. Не душно. Не спорили. Я позвоню. Какой ты грубый. Да. Ладно. Открой окно. Вера. Открой дверь. Пожалуйста. Никуда не звони. Послушай. Ты мне не нравишься. Ты плохо воспитан. Сделал мне больно. Ты за это заплатишь. Если ты не откроешь, я вышибу дверь. Не звони в полицию. Я сделаю, как ты хочешь. Пусти меня. Я оборву провод. Вера. 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 Мир полон скептиков. Я знаю. Я сам скептик. Кто бы поверил, что Хаскел выпал из машины? Кто поверит, что я не хотел смерти Веры, что это вышло непреднамеренно? Присяжные, узнав, что она меня шантажировала, сомневаться не будут. В комнате было тихо. Настолько, что я подумал, будто оглох. Причиной был ужас. Я готов был выйти, но не издавал ни звука. Вера умерла. Я убийца. Убийца. Ужасное слово. Но именно убийцей я стал. Надо было избавиться от улик. Их было предостаточно. Мы вместе совершали покупки. Наверняка найдется немало людей, которые меня запомнили. Возможно было уничтожить все доказательства? Нет. Я мог сжечь ее одежду, выбросить бутылки. Но были свидетели. Хозяйка квартиры, владелец мастерской, официантка в кафе, продавщица в винном магазине. Они меня опознают. Я пропал. Все кончено. Оставалось бежать. Стоя возле мертвого тела, я искал способ, который помог бы мне избежать преследования, но не находил. Я был виновен. И понимал это. Чувствовал. Я не мог прийти в себя. Мысли путались в голове. Я был не в состоянии думать. Меня сводил с ума игравший за стеной сексофонист. Любовная песня оборвалась. Зазвучал реквием. Есть ли выход? В Нью-Йорк возвращаться нельзя. Элла Робертса считают там мертвым. Его нет. В Голливуд тоже нельзя. Там могут узнать Хаскела. А еще Сью. Разыскать ее, значит, навлечь на нее неприятности. Оставалось молиться за ее счастье. Я был далеко, когда узнал, что Веру нашли. Полиция искала Хаскела, убийцу жены. Ирония судьбы. Хаскел впутал меня в историю, и он же меня выручил. Полиция искала мертвеца. Я стараюсь забыть, что произошло. И думаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы Хаскел не умер. В одном я не сомневаюсь. Я знаю, что однажды возле меня остановится машина. Да, злой рок или другая сила может нагнать и меня, и вас без всякой причины. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург». 2005 год. «Петербург» Продолжение следует...